Аудитория, волнуешься, начинаешь, не знаю, где-то, может быть, жевать. А я говорила, насчет монеты, кто помнит, что я сказала. Пятикопеечную монету. Да. Значит, и еще, вот, значит, для того, чтобы еще вот что-то, в речи задавайте вопрос, потому что я кучу вещей всяких знаю, мне нужно сказать вопрос задать, я вам тоже скажу, что это такое. Я даже мысли, например, теряю, когда волнуешься. Сейчас главное, тебе надо наладить, у тебя недостаточно выстроена гравитация твоего тела, поэтому ты волнуешься. А как ее выстроить? Она у всех. И когда человек волнуется, гравитация тела нарушается, он начинает неправильно, или вообще он неправильно стоит в пространстве. Значит, встали. Да, молодцы, встали, встали. Вот вы встаете, это же ужас. Сейчас я вам покажу, как вы встаете, вы сейчас увидите себя. Ладно, сейчас мы сделаем упражнение, потом, напомню, я покажу, как вы встаете, как садитесь. Теперь сделаем одну ножку, подняли ножку. Это мое, вот это упражнение базовое. Постоять на одной ноге. Вот, стойте. Вот другой. Значит, немножко вам тесновато, но попробуйте чуть-чуть подвигаться, стоя на одной ноге. Кому некомфортно, поднимите руки. А почему некомфортно? Потому что вот у тебя, опять же, Никитушка, уж извини. Ты у меня за морскую свинку сейчас пойдешь? Куда? За морскую свинку. Согласен быть морской свинкой сегодня? Конечно. Подопытной. Вот. Значит, смотри, ты держишь плечи вот так. И ты на плечах держишь часть веса своего тела. Значит, если ты стоишь здесь, тебе некомфортно, потому что так не привык. А если вы поднимаете одну ногу, вы центр тяжести, хотите вы, не хотите, а он там, где надо, два пальца ниже пупка. Вот, поднимите ножку и постойте там подольше. И чуть-чуть так вот подвигайтесь. Вот это тебе нужно дома делать, и всем, кто чувствует себя некомфортно. Это значит, что у вас завышен центр тяжести. Значит, вы стоите, и чуть-чуть у вас не там центр тяжести. Если вы неправильно его определили, и неправильно выносите, да, вот. Поставили центр тяжести, вот запомнили, где он есть. Вот. Вот он стал сам. Вы по-другому просто не сможете. Да? А теперь делайте так ножки. Раз, два. Попробовали? Сколько позволяет пространство. Давайте. Давайте. Назад. Качаем, да? Чего? Качаем. Попробуем ногу вперёд. А ладно. Одной стоим, вторую. Неужели по мне видно, что я нужна помощь, а? Так. Значит, смотри. Видно меня сейчас? Вот. Раз, два, три, четыре, пять. Менять можете ногу. Давайте. Считаем. Поехали. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять. А теперь я идём и не изображаем отличников. Вот. Просто раз, два, три. Как получится, поехали? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Я хочу, иди сюда, возьми точку вот эту. Значит, это Катя, Катерина, садись сюда. Это фольклорист, которого я чрезвычайно уважаю и который в звуке очень разбирается. И вот я тебя вот поспрашиваю, как вот у них звучит голос. И ты скажи какие-то свои комментарии. Потому что, когда я чего-то такое делаю, вот я ставила Гамлета, как раз Катя. И если Катя говорит, что меняется тембр, вы можете доверять просто вот тон, тембр. Вы доверяете на сто процентов. У неё уши лучше, чем у меня. Вот. А теперь, значит, сначала встали на цепочки. Считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Для того, чтобы достать до этой точки, нам не нужно орать. Вот из-за этого мы теряем тембр, мы теряем ощущение голосовое. И мы начинаем волноваться, потому что мы у себя, это нервы. Мы таким звуком, немножко преувеличенным, мы себе включаем нервозность. Поняла, да? И когда мы идём, мы настраиваемся на эту нервозность. Дома мы когда повторяем, то есть уже вот эта нервозность попадает в нашу речевую систему. А этот вирус надо убрать, чёрт. Поэтому мы сейчас спокойно, лениво, как бы тихо. Но мы напишем, вот здесь, как вот так, видите, где-то здесь. И не работается, как он не ходит. Мы думаем только о том, что он здесь. И спокойно, солдат спит, служба идёт. Понятно. Давайте, считаем. Вальяжно, спокойно. Поехали. Считаем. Один, два, раз. Поехали. Раз, два, три. А теперь сделаем жест такой. Раз, закрепили. Раз, два, три. Ещё тише. Примяем, видите? Пять. Гук там. Шесть. Ребята, не чувствуйте звук здесь. Звука здесь. В себе чувствовать не надо. Нужно чувствовать там, как пуля. Вы же не в себе её чувствуете, чёрт возьми. И не в ружье, она летит уже. Вы видите её там и чувствуете, куда она попала. Правильно? Вот голос точно так же. Поэтому смотрите. Раз. И тогда будет вам отвечать стена. Она начнёт вам резонировать. Поехали. А попробуйте раскачать стены. Давайте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И так, вот стоп. У них получается страх. Теперь пошла серединочка. Только послушайте их. Тихо. Но главное, чтобы звук был там. Вы сейчас превышаете децибелы для этого зала. Орать. Орать ни к чему. Раз, ни к чему. И всё. Серединочка. Вот как я показываю. Вот это серединочка. Она у нас что-то такое сегодня поняла. Поехали. Серединочка. Только остальные слушают. Давайте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А теперь сделаем так. А теперь, значит, у вас есть звук прямой. Он плоский и прямой. А теперь сейчас у всех получится. Раз, два, три. Раскрутили звук. Поехали, ручки. Закрутили его. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Кто кайфанул? Кто поднимите руку? Кто кайфанули? Так, не шибко, не шибко. Значит, надо вот это вот видеть, как голос раскручивать. Раскрутите. Просто сейчас раскрутите руку. И видеть нужно эту спираль. Давайте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, девять. А теперь там, так нарисовали там. Раз, рисуем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну, твое мнение теперь. Ну что, гораздо лучше. Когда я пришла оттуда, слушала, во-первых, очень были зажаты вот здесь. Вот прям вот здесь зажим чувствовался. Вот правильные челюсти, вот верхняя часть шеи. А потом еще, когда у некоторых голос открылся, они стали стесняться. Как будто первый раз услышал свой голос, и тебе стало не по себе. Но постепенно люди привыкают, и совершенно другое впечатление. А теперь мы тебе покажем пифагоровские упражнения. Значит, сначала я вас вот поучу как... Сядьте, пожалуйста, сядьте. Значит, ребят, значит, дело в том, что сейчас я вам скажу о том, что я делаю в первую очередь бизнес. У меня очень много людей в бизнесе работают со мной. И, кстати, работают получше актеров, потому что они это все применяют. А актеры думают, что они все знают. Очень часто так случается. Вы встаете вот таким образом. Вот. А в метро там или в автобусе, посмотрите, как сидят мужики. Как будто они рожают. Смотрите. Вот, когда вы встаете, это очень важно. Как вы сидите на экзаменах. Как вы сидите... Да вообще, я так сижу, завтракаю, так сижу, вообще я так сижу. Я не сажусь вот так, мне так неудобно. У меня болит позвоночник. Значит, посмотрите, встаем не за счет попы поднятой, а за счет чего? Ног. Ног, правильно. За счет щиколоток, за счет ступней, правильно? А теперь вот тихонечко и поднимаемся. Тихонько, тихонько. Какие сичечки, какие ласточки встают. Вот. Тогда будешь себя чувствовать и женщиной, и мужиком. Когда он не плюхает с попой на стол, и не делает усилий, чтобы поднять свой зад. А теперь, смотрите, почувствовали вот так вот немножко сидение. Да. И не оглядывайтесь, никогда она не убегает. Если нужно, обогритесь вот на спине. И сеять. За счет ног. Здесь когда ступни. Серь. Молодцы. Стоп, стоп, стоп. Куда завалился? Ну-ка обратно сюда выходи. Да. Вот. Смотри. А теперь взять и эти усилия ног оставь. Чтобы ты мог в любую секунду подняться. Вот мне клубните в ладоши. Ко-нибудь я поднимусь. Пожалуйста. Учитывая, что мне 75 лет и была операция коленки недавно. Почему? Значит, если только ты начинаешь вот так вот садиться и вот так вот сел, ты уже не в рабочем состоянии. И если ты сдаешь экзамены, если ты проходишь, стой, садись, сиди уже. Сядь красиво. И оставь это. И оставь вот это. Вот. Да. И сидит мальчик красивый. А так сидит полуразвалена какая-то. Почему я сегодня сделала замечание кое-кому? Значит, вот вы сидите, и у вас есть готовность встать. Вот так ноги вы ставите, что вот раз и встал. Поставьте ноги. Куда завалилось? Там еще вот что-то. Вот. Не заваливайся. Вот. Это рабочая установка. То есть так вы лучше воспринимаете. И так вы убеждаете своего. И зови человека, который или вас нанимает на работу, или с вами сотрудничает, что вы можете в любой момент встать и сделать дело. А так, пока вас поднимешь там в домкрату, значит, поэтому тихонько встали. Тихонько встали. Вот. Красивые какие-то все. Красивые. Потому что когда ноги опираться, лицо разглаживается. И теперь сели, но с готовностью встать. Вот. Вот. Вот сейчас у вас рабочее положение тела. Но оно может всю жизнь держаться. В принципе, приучить стактюру даже для позвоночника лучше, когда здесь дополнительная опора. Уже все заканчивается. Дорогие друзья, у нас осталось 3 минуты мастер-класса Вероники Александровны Косинковой. То, что я так говорю, не срывая свой голос, даже минуты кризиса, это благодарю Веронике Александровне. Пожалуйста, ваши финальные слова. Значит, дело в том, что у нас сегодня по-настоящему занятие началось на 20 минут позже. Поэтому я не выполнила, чтобы... Я хочу, чтобы вы ушли отсюда с каким-то полным кайфом. Я еще этого кайфа не добилась. Я его добьюсь через 6 минут. Хорошо. Поэтому дайте мне возможность, ты послушаешь это.